ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ БУКВАЕД Сыр взяла, сухарики взяла, палатку взяла, плед взяла. Вроде всё. Осталось уложить это всё в рюкзак и в дорогу. Сима, куда это ты собралась? В загород, в деревню. Не хочу летом сидеть в твоей пыльной библиотеке, Остап. Я хочу жить на природе, купаться в речке, бегать по пшеничным полям и зелёным лугам и подружиться с мышками-полёвками. Осенью вернусь, наверное. Ну что же, Сима, если ты умеешь прятаться от опасных деревенских котов и вворачиваться от сов и лис, которые питаются пылевыми мышами, то буду рад, если ты проведёшь лето на свежем воздухе. От котов? А разве коты едят мышей? Сима, это только я, старый учёный кот, живущий в городской публичной библиотеке. Трачу время на то, чтобы учить маленькую неблагодарную мышку. А деревенские коты, таких как ты, едят на завтрак. И лисы? И лисы. А я думала, они кур и зайцев едят? Они едят кур и зайцев, если им удаётся их раздобыть. Но чаще всего удача от них отворачивается, и они довольствуются полёвками. А уж для сов мыши и вообще главная добыча. Ну вот, пи! А я так хотела в деревню! Я никогда не была в настоящей деревне, только на картинках в сказках видела. Мне всегда казалось, что в деревне должно быть много высоких деревьев. Возможно, ты права. А возможно и нет. Дело в том, что лингвисты до сих пор не уверены, почему деревню стали называть именно так. Не исключено, что первые поселения возникали среди лесов. А возможно, смысл ровно противоположный. Чтобы построить деревню, нужно расчистить землю от деревьев под дома и пашню. И тогда выходит, что деревня – это место, где деревьев нет. Кстати, само слово «дерево» произошло от глагола «драть». То есть то, что нужно выдирать, выкорчевывать из земли. Ладно, Астап, так и быть. Я никуда не поеду. Останусь с тобой в библиотеке. А то вдруг ты без меня заскучаешь. Или придут уличные коты и тебя обидят. Я тебя не могу оставить одного. Очень великодушно с твоей стороны, Сима, не уезжать жить в деревню. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова